Добрый день, уважаемые коллеги! Мой доклад называется Challenges in Blockchain Research. По-русски я это переведу весьма вольно, как вызовы для людей, которые исследуют блокчейн-технологии. Почему так? Потому что меня организаторы попросили мотивировать присутствующих на исследованиях в области блокчейн-технологий. Что мотивирует больше всего исследователей, так это вызовы. Начнем стандартно со вступления и, конечно же, истории вопроса, истории исследований, которая, в общем, весьма нестандартна, наверное, с точки зрения академических исследований. Все началось в конце 2008 года с некой статьи от анонимного автора, который назвал себя Сатоши Накамото. В этой статье он в весьма неформальном виде изложил дизайн некой системы. Также привел весьма неряшливый анализ конкретной атаки на эту систему. В принципе, он больше ничего не писал. Дальше был уже выпущен код, тоже весьма спорного качества. Но сразу же все это дело закрутилось, завертелось. И сразу все начало развиваться бешенными темпами, развивается до сих пор. А развивалось как, чем на интернет-форумах появились тысячи людей, которые начали говорить о том, что скоро вся банковская система будет уничтожена, конечно же, биткоином. Что самое забавное, некоторые из этих людей через несколько лет начали продавать блокчейны банкам, конечно же. Сразу же эти люди начали предлагать какие-то улучшения. Сразу же они начали делать какой-то анализ. Так как эти люди, по большей части, были любителями, то, в общем, качество было соответствующим. Но много весьма ценных вещей тоже было представлено. Про это поговорим. Так, и затем начала уже подтягиваться академическая среда уже в 2013 году. То есть, когда уже все это немного вылезло из форумной среды. А когда уже на форуме произошло, на форумах много чего. Вот уже начали люди подтягиваться с академической среды, как я уже сказал. О чем, значит, шла речь в начальной статье, которая там всего лишь на 8 или 9 страниц. И опять же, весьма неформально. Речь шла о создании системы биткоина, система леджера, реестра, ну, можно сказать, бухгалтерской ведомости. То есть, мы ведем ведомость, каждая строка ведомости, это проводка, как говорят бухгалтеры. То есть, указание того, сколько денег один участник системы перевел другому вместе с подписью цифровой. Что интересно, мы не используем здесь никакого центробанка, никакого доверенного бухгалтера. Мы работаем в сети, которая, во-первых, одноранговая, опять же, то есть, нету никаких центральных сущностей в ней доверенных. Сеть открытая, то есть, к ней может подключиться кто угодно, как и отключиться. И мы также предполагаем, что в этой сети участники, они используют обычное аппаратное обеспечение, ну, как ноутбук передо мной, например. То есть, может быть, мы можем откинуть сотовые телефоны, но мы не предполагаем, что у участников есть какое-нибудь специальное железо или терабайтные каналы, или что бы то ни было. То есть, вот в такой непростой среде мы хотим построить глобальную бухгалтерскую ведомость. Как это мы хотим сделать? Ну, во-первых, мы проводки строчки бухгалтерской ведомости упаковываем в так называемые блоки. Блок у нас представляется таким триплетом из значения H, X и W. Соответственно, и X – это у нас транзакция, проводки ведомости. H – это ссылка на предыдущий блок, хэш предыдущего блока. V – это случайно выбранное значение. И мы требуем, что блок, который у нас добавляется, чтобы он был валидным, то есть, чтобы он указывал валидным образом предыдущий блок, чтобы в нем были валидные транзакции, конечно же. И в блоке у нас еще предоставляется доказательство произведенной работы, так называемый proof-of-work. Предоставляется он при помощи такой вот проверки на нахождение частичной коллизии хэш-функции. То есть, мы требуем, чтобы значение хэша от блока было меньше некоторого порогового значения T. Соответственно, за один вызов к хэш-функции у нас есть конкретная вероятность успеха. И, в общем, меняя этот параметр T, мы можем менять сложность добычи блока в зависимости от того, сколько у нас участников в сети и сколько они проделывают работы. Изначально автор, некий Сатоши Накамото, думал, мечтал о том, что вот будут обычные люди генерировать блоки. Была у него некая аналогия с системой голосования, только в данном случае голосование у нас делается путем проделываемой работы. И была у него фраза «one CPU, one word» – один процессор, один голос. Вот здесь проведена структура блокчейна. То есть, как мы понимаем, если у нас хэш-функция устойчива к коллизиям, то мы не можем поменять или выкинуть, допустим, блок перед последним, 51-й. Мы можем, допустим, забыть про последние два блока, начать новую версию истории, но нам надо переделать всю работу. И вот эта структура блокчейна полностью реплицируется на каждом из компьютеров. Это, опять же, самые обычные ноутбуки, предположения. И, в общем, собственно говоря, с этого начался мой интерес к технологии блокчейн. То есть, это весьма такая странная, получается, система с точки зрения распределенных систем. Система вырожденная, то есть, здесь, по сути дела, нет распределения. То есть, мы полностью реплицируем все данные. Поэтому мой вопрос был изначально, как оно вообще может работать и почему в таких условиях. Вот. В реальности все пошло не так, как планировал анонимный автор. Вот на слайде приведена упрощенная схема реальной биткоин-сети. Здесь у нас, соответственно, участники не одинаковые. Здесь есть те, кто генерирует блоки, майнеры. Причем они объединяются еще в так называемые пулы. Совместно работают над блоками, чтобы свести, чтобы уменьшить отклонение, соответственно, от ожидания при добыче блока. Здесь есть различные легкие клиенты. Здесь есть целая плеяда протоколов самых разных. В общем, все гораздо сложнее на практике, во-первых. Во-вторых, на практике оказалось, что хэш-функция реально не идеальна. То есть здесь мы предполагали идеальную хэш-функцию со свойствами случайного оракула. В реальности экономика начала диктовать оптимизации используемой хэш-функции SCH256. Появились различные патентованные технологии, которые учитывают внутренние страницы этой функции, чтобы дать преимущество при добыче блоков. В реальности также идея 1CPU, 1Watt, один процессор, один голос провалилась. Вот уже в конце 2015 года эти 7 человек контролировали 90% мощности майнинга в сети. С учетом всего этого, а также других сложностей, встал вопрос вообще, что мы знаем о том, как эта система должна работать в теории, как она работает на практике. Здесь пока результаты, может быть, не очень утешительные. В частности, как сказал Agilas Kias в личной беседе, No one knows how proof of work really works. Никто не знает, как на самом деле, собственно говоря, работает proof of work. И все бы ничего, но Agilas Kias, вы увидите потом много раз это имя, это, в общем-то, человек, который, по идее, лучше всех знает в мире, как работает proof of work. Так что, если даже он не знает, то вопрос, кто знает что-нибудь. Про исследования блокчейна. Опять же, у нас есть исследования, которые проводятся в формальных учреждениях, в академии, которые, соответственно, работают в некоторых моделях, работают в них осторожно, но зачастую получают результаты, которые не очень практичны. Есть также форумные исследования. То есть, когда любители что-то предлагают, используя так называемый moonspeak, лунный язык, да, как это по-русски, ну, в общем, да, абсурдными терминами, что-то излагают, большая удача понять обычно, что, собственно говоря, человек говорит на форуме. Вот, как правило, все, что люди предлагают, очень уязвимо, но прогресс в этой области форумных исследований делается очень быстро, потому что, да, нету peer review, да, нету рецензий, нету никакой ответственности. Люди генерируют результаты очень быстро. Вопрос качества. Да. Перейдем к тому, как исследования обстоят, соответственно, в академической среде. Я разбил статьи существующие, я их стараюсь читать все, хотя сейчас это уже стало невозможно. Вот, даже аннотации, наверное, уже все читать невозможно в этой области, слишком много стало. Статей, в общем, я разделил на три группы. То есть, во-первых, это различные предложения по улучшению существующих блокчейнов, а также по строению протоколов поверх блокчейнов. Второе, это, значит, моделирование систем, существующих или интересных с точки зрения практики, и получение интересных на практике результатов из моделей. И третье, это эмпирические исследования и нахождение конкретных уязвимостей в конкретных продуктах. Я сконцентрируюсь на второй области, больше всего, то есть на моделировании. Остальное расскажу вкратце. Ну, начнем, прежде всего, с вопроса, нужен ли нам вообще блокчейн. Сейчас вы, наверное, поняли уже много шума, много желания блокчейн внедрить и туда, и сюда. Встает вопрос, а зачем, а нужно ли, а нет ли более эффективных технологий. Вот, есть несколько работ в этой области. Одна так и называется, Do you need a blockchain? Нужен ли вам блокчейн? Вот, где приведена схема, которая позволит выяснить, нужен ли вам блокчейн. По-моему, она даже на русский, да, сейчас приведена схема? Да, приведена, где-то ее можно найти. Вторая, значит, работа Марка Вуковича сравнивает блокчейн со стандартными уже протоколами репликации состояния в модели с произвольными отказами, BFT replication, так называемые протоколы. Вот, ну, к сожалению, не так много работы в этой области, нам нужно больше, нам нужно больше понимать, как блокчейн внедряется, нужно ли оно было и нужно ли внедрять в будущем куда-нибудь его. Дальше переходим к proof-of-work блокчейнам, к анализу блокчейна биткоина. Соответственно, здесь главный результат, главная модель, которая сейчас стала стандартной, это от Куана Грея, как раз Агелоса Киаеса и Никаса Леонардоса. По именам авторов ее называют the GQL model. Сейчас GQL это уже стандартный термин. Модель рассматривает, в отличие от изначальной статьи Сатоши, уже как раз протокол биткоина, как криптографический протокол, где неприятель, нарушитель может, в принципе, делать все, что ему заблагорассудится. То есть он уже, как это стандартно в анализе криптографических протоколов, ограничен только классом задач, сложностью задач. Изначальная модель, она рассматривала синхронную сеть. Дальше появилась статья от Рафаэла Пасса и прочих его соавторов, которая уже анализировала модели с задержкой сообщений, когда у нас уже неприятель может задерживать сообщения в определенных интервалах. Моделей нужно больше, модели должны быть ближе к реальности. GQL тут очень много опускает на самом деле. И модели должны также быть теоретически безупречными. Сама модель GQL улучшается. Последняя версия ее от марта 2017 года на e-принте. Соответственно, последние модели они уже тоже рассматривают задержки в сообщениях возможные. Ваш покорный слуга с авторами готовит в этом месяце статью Multimod Cryptocurrency Systems, которая будет рассматривать тоже более приближенную к практике модель биткоин-системы. Как показал анализ в модели GQL, блоки не следует выпускать слишком часто. Там возникают определенные проблемы с безопасностью. Соответственно, люди стали думать, как это все можно обхитрить. Появилось множество гибридов, когда, допустим, выпускаются сначала пустые блоки, сгенерированные через Proof of Work, и потом после них, допустим, идут уже блоки с транзакциями от генератора Proof of Work блока или от последних генераторов блоков с мультиподписью. Или, допустим, вместо линейной структуры мы рассматриваем более сложные. Так называемый ГОСТ-протокол от Самполинского и Захара. Значит, нам нужно больше валидации этих протоколов. Здесь очень хороший пример. Это статья от Агела Скияеса и прочих On Tree's Chains and Fast Transactions in the Blockchain, где они показали, что протокол ГОСТ работает не так, как заявляют его авторы. И что авторы заявляют о том, что он позволяет чаще выпускать транзакции в сети, но из анализа стороннего получается, что наоборот работает даже хуже, чем изначальный протокол биткоина. Вот, то есть хорошо бы провалидировать работы, которые есть, и как-то их сравнить между собой. Это же вопрос по какому базису. Да, и цитата из этой статьи. Фундаментальная существующая проблема в области блокчейн-протоколов – это рассмотрение того, является ли протокол биткоина оптимальным решением в терминах эффективности и безопасности для построения безопасного реестра. Вот, вопрос действительно открытый, фундаментальный и нерешен. Дальше есть еще как разветвление от Proof-of-Work протоколов. Некие протоколы, которые можно назвать Proof-of-X, где X – это некий физический ресурс, допустим, пространство на жестком диске, мы берем вместо того, чтобы пересчитывать бесконечно хэши, или мы пытаемся сделать работу полезной. То есть, статья от Миллера и прочих пытаются, допустим, построить аналог Proof-of-Work схемы для того, чтобы мотивировать хранение данных в распределенной сети. Таких статей не очень мало уже, но надо больше. Хорошо бы было работу выполнять полезную, а не просто сжигать электричество с целью нахождения частичных коллизий кэш-функции. И надо бы еще проанализировать уже существующие схемы. Ваш покорный слуга участвовал в реализации как раз статьи от Миллера и остальных. Впечатление такое, что, скорее всего, на практике протоколы работают не так, как указано в статье, своих целей не достигает. Вот, дальше, тема 2016 года, Proof-of-Stake. Сначала идея оказалась абсолютно небезопасной и абсурдной. Построение блокчейнов, когда право генерации блока дается тому, кто уже имеет деньги в блокчейне. То есть, мы имеем балансы в системе. Допустим, у Алисы есть 10% денег в системе, и она должна иметь 10% вероятности генерации следующего блока. Но в 2016 году появились статьи про Proof-of-Stake протоколы с доказуемой безопасностью. Опять же, вот Агелос Кияеса, самая массивная работа, протокол Ураборос. И, да, есть еще вот Даяны и остальных. И там есть еще парочку работ. Но модель доказуемой безопасности, во-первых, немного спорна в этих статьях. То есть, дискуссии продолжаются очень активно, насколько она имеет смысл для практики. А во-вторых, протоколы-то может быть доказуемой безопасностью, но это не значит, что они интересны на практике, потому что на практике нам еще нужны эффективные протоколы. Текущие статьи описывают неэффективные протоколы. А если брать протоколы, которые используются на практике, то про их безопасность ничего не известно. С другой стороны, никто их и не взломал за несколько лет. То есть, это открытое поле для исследований. Все представленные до этого момента результаты у нас предполагают, как правило, стандартный в криптографии анализ, когда у нас есть честные участники, есть, соответственно, участники под контролем неприятеля. Но в реальной жизни у нас участники не всегда и честные или нечестные, они обычно рациональные в реальной жизни. То есть, в той же сети биткоина люди генерируют блоки не потому, что они честные, а потому, что они хотят заработать денег. И возникает очень много вопросов, связанных с рациональностью поведения участников. Очень хорошую лекцию про проблемы рациональности в биткоине прочитал Джонадан Катц на школе в Шанхае этой зимой. И вот из нее цитата из этой лекции Джонадана Катца о том, что биткоин предоставляет очень богатое поле для исследований эффектов рационального поведения участников протоколов. Поле очень богатое, но статей на самом деле значимых там, в принципе, меньше десятка, я думаю. Я расскажу немного про вторую и третью работу. Вторая работа от Лой Луи и прочих посвящена так называемой дилемме верификации. В общем, речь идет о том, что... Вот смотрите, тот, кто генерирует блок, он же должен сгенерировать валидный блок. То есть ему надо проверить транзакцию. Но эта проверка, она требует времени. Соответственно, это время, которое уходит на валидацию, оно не уходит на перебор хэшей. То есть оно бесполезно. То есть получается, что если, допустим, есть большое постоянное вознаграждение за блок в частности, то выгодно вообще генерировать, допустим, пустые блоки, никаких транзакций не включать, то есть просто в пустую перебирать хэши. Опять же, если заниматься честной деятельностью, то здесь возникает еще простор для атак. То есть можно выпускать тяжелые транзакции в сеть с тем, чтобы замедлить других майнеров. Третья работа, она рассматривает стабильность биткоин-сети, когда из нее исчезнет постоянное вознаграждение за блок. То есть в биткоине изначально вознаграждение было 50 биткоинов за блок. Каждые четыре года уменьшается в два раза. То есть по экспоненте мы идем к полному исчерпанию выпускаемых денег в сети. И статья номер три говорит о том, что когда это вознаграждение у нас устремляется к нулю, перестает работать стандартное предположение о том, что честные участники сети, они хотят добавить блок в конец. То есть они начинают хотеть сгенерировать блок в той подцепочке, которая оставила как можно больше транзакций для включения в блок, соответственно, чтобы получить максимум денег. То есть рациональная стратегия здесь уже не та, которая предполагается и которая наблюдается в данный момент. Соответственно, биткоин может работать нестабильно. В таком режиме, опять же, вызовы для исследователей. Нам надо исследовать, во-первых, с точки зрения рационального поведения, все варианты по улучшению протоколов существующих. Такой работы нет абсолютно. Во-вторых, даже неизвестно много про то, что в биткоине сейчас происходит с рациональной точки зрения. И два последних вопроса поставил Джонатан Кац во время школы, во время лекции. Вопросы эти тоже очень интересные. Первый вопрос. Почему в статьях рассматривается много вариантов рационального поведения, но на практике они не наблюдаются? То есть на практике у нас те люди, которые зарабатывают деньги, ведут себя как идеальные участники криптографических протоколов до сих пор. С точки зрения рациональности это странно. Второй вопрос. Вытекает из первого. Будет ли это продолжаться в будущем? То есть, допустим, когда капитализация биткоина станет триллион долларов, там 10 триллионов, любая цифра, можем ли мы ожидать, что люди будут себя вести так же честно, альтруистично, или они будут вести себя рационально? И до какой степени? Как уже было сказано, очень большая проблема, может быть, самая большая на самом деле с точки зрения практики, это масштабируемость и эффективность блокчейн-протоколов. Здесь, к сожалению, очень мало работ, потому что, по моему опыту, беседы с людьми, которые пишут эти статьи, многие из них не очень понимают, как вообще работают системы на практике, они имеют в уме некоторую идеальную модель, а, соответственно, для решения проблем эффективности и масштабируемости надо брать уже вдохновение в реальных системах. Вот две работы в этой области. Первая от Рейзина и прочих, среди прочих ваш покорный слуга, об улучшении аутентифицированных структур данных и применении их для решений той проблемы, что нам нужно держать текущее состояние баланса в сети, то есть в статье показано, как построить систему, где можно держать просто один хэш, корневой хэш аутентифицированной структуры данных и потом по доказательствам ее трансформации включено в блок, просто очень быстро валидировать, перебирая хэш и ничего не хранить на жестком диске. Вторая работа о том, как сделать эффективные сайдчейн-системы, о которых говорил Саша, снова на Proof of Work. Расскажу, может, чуть позже. Да, как я уже сказал, работ мало, нужно больше. Переходим к эмпирическим исследованиям. Здесь, к сожалению, не очень много результатов хороших. Вот первая работа как раз про эклипс-атаки, о которой говорил Саша. Атаки, когда мы окружаем некий узел в сети своими узлами и кормим его неправильной информацией, нужной нам. Это стандартная, в общем-то, проблема пилинговых сетей. Рассмотрена была для биткоина. Третья статья New Kids on the Block у нас анализирует несколько существующих систем, различные метрики с них. Подытоживаю. Не так много работ про сетевой уровень биткоина. На самом деле, толковых, может, там две или три, включая указанную. За пределами биткоина вообще эта работа никаких мне неизвестно. И очень много можно исследовать в плане эмпирических исследований и нахождения конкретных уязвимостей. Очень много работ, которые я не рассматриваю. Это про улучшение криптографии в блокчейн-протоколах. Наверное, уже сотни статей про различные протоколы анонимности, языки смарт-контрактов и протоколы поверх блокчейна. Допустим, как играть в покер с биткоинами, используя Secure Multiparty Computations. Как, собственно говоря, строить Secure Multiparty Computations, безопасные общие вычисления поверх блокчейна и так далее. Самый значимый результат здесь, наверное, ZeroCash, на котором основана практически работающая полностью анонимная криптовалюта Zcash. Советую ознакомиться. Так, дальше мы переходим к неформальным исследованиям. Соответственно, да, тому, что происходит в глубинах форумов. Как я сказал, очень много здесь работы, очень непонятного качества, но зачастую эти работы, они потом перетекают в академические исследования, поэтому многие люди из академической среды на самом деле любят почитать форумы, несмотря на все безумие, которое там творится. Что-то иногда удается извлечь. Два примера. Первая идея – это, опять же, даже название какое-то странное – UTX of Commitments. Но речь, опять же, о том, чтобы аутентифицировать декущее состояние системы, балансы в системе с помощью аутентифицированной структуры данных. Изначальный пост на форуме с ссылкой, проведенной на слайде. Ну, там тяжело понять даже, в чем состоит суть предложения, но было какое-то предложение, которое потом было развито в статье, причем не очень плохой, от анонимного автора, нигде не опубликованной, соответственно, где уже предлагалось отойти от хранения состояния целиком, используя эти структуры данных. И потом, соответственно, мы развели эту идею в статье «Improving Authenticated Dynamic Dictionaries». Второй пример. Опять же, форумный пост на форуме BitcoinTalk с очень поэтическим названием «High Value Hash Highway». Трасса значения хэш-функции «High Value». На самом деле, там имелось в виду про «Low Value». То есть, да, я это потом переномал в «Low Value Hash Skip List». Идея тут в чем? В том, что мы генерируем блоки, требуя, чтобы у нас хэш был меньше некоторого порогового значения t, но с вероятностью в одну вторую, допустим, у нас это значение будет и меньше t пополам. Ну, потому что с вероятностью в одной второй, там старший бит будет или 0, или единица равен. Также можно идти дальше для t поделить на 4, t поделить на 8 и так далее. И можно строить вот такие структуры, когда мы имеем блоки нижнего уровня, у которых хэш меньше t, блоки второго уровня, где хэш меньше t пополам, блоки третьего уровня и так далее. И потом, в общем, вместо того, чтобы идти по нижнему уровню, когда мы хотим доказать существование некой цепочки, мы идем по хайвею, по трассе верхнего уровня, то есть предоставляем только блоки с повышенной сложностью, случайно появляющейся. Вот, и опять же изначально понять, о чем вообще речь была на форуме, то есть что конкретно имел автор в виду, наверное, проблематично, но идею Агела Скияя и его студенты развили достаточно хорошо в статье «Proof of Proof of Work with Sublinear Complexity». То есть как можно предоставлять доказательства существования негой цепочки за логарифм от ее размера. Это, опять же, полезно для сайдчейнов, ну и может быть полезно для мобильных кошельков различных. Подытоживая эти два примера, у нас, да, есть очень много форумных исследований, большинство тяжело даже осознать, собственно говоря, о чем говорят авторы. Большинство, конечно, предложений тривиально небезопасны, при этом многие из них реализованы. И какое-то зерно, наверное, в некоторых предложениях тоже есть, осталось его найти. В качестве проблем с безопасностью, вот есть такая криптовалюта манеров, в которой есть схема анонимизации любительская, сделанная на коленке. Есть уже пара статей о том, что на самом деле схема не работает, то есть можно проследить связь между отправителем денег и получателем, как бы протокол на коленке не пытался ее скрывать. Есть и весьма хорошего качества результаты в области конкретных проблем с безопасностью. Например, Сергио Демен Лернер, весьма известный человек в узких кругах, имеет множество результатов по нахождению специально сконструированных транзакций, которые, допустим, требуют пять часов на их верификацию. То есть если удастся такую транзакцию в реальную сеть положить, то большинство узлов просто выпадет из сети, и вообще результаты будут весьма печальны, наверное, для всего блокчейна. Вторая работа неформальная, это пост в блоге, анализ атак на сеть Ethereum осенью 2016 года. Там было очень много очень интересных атак различного образа, то есть, опять же, со специально сконструированными транзакциями, с учетом внутреннего строения клиентов сети Ethereum, с нахождением дешевых инструкций в языке смарт-контрактов и так далее. К сожалению, Академия такими вещами не занимается, а надо бы вот касательно, допустим, транзакций, которые занимают пять часов для верификации, было бы хорошо иметь возможность найти все такие транзакции, допустим, в реальности биткоины, или доказать, что их больше уже не осталось, что все проблемы решены, ну и, допустим, разработать язык, у которого время верификации транзакций гарантировано не больше какой-то константы. Такую работу мы сейчас ведем с профессором Резином. В качестве заключения я поговорю еще про третьего участника игры, это индустрию, то есть компании, которые получают некие деньги, чтобы сделать нечто, разработчиков, которые пишут некий код. Индустрия, она общается и с академиками, и с неформальными исследователями, соответственно, реализует все, что придется, реализует в большой спешке, потому что все хотят результатов быстро. Соответственно, надо как-то находить общий язык между всеми тремя участниками, хотя, конечно, понять язык участников форму бывает проблематично, как я уже неодноградно сказал, но как-то надо сходиться всем участникам, и надо больше взаимопроникновения академических результатов и практических. И, опять же, чтобы порадовать и мотивировать исследователей, проблем здесь много, я перечислил далеко не все в своем докладе. Спасибо за внимание.